Весь спортивный мир следит за событиями в Минске. На Чижовской арене сегодня определится победитель неофициального чемпионата мира по теннису. За Кубок Федерации белорусской команды, напомним, сражается с американками. И уже точно можно сказать, что у болельщиков в эти дни настоящий спортивный праздник. У Чижовской арены сейчас находится наш корреспондент Дмитрий Семченко. Вам слово, Дмитрий. Дмитрий Семченко которая поднимала бы патриотическую волну до таких высот. Сорванные голоса, флаги с орнаментом, звездно-полосатое полотнище и мурашки по коже. Еще до начала сегодняшних матчей белорусских теннисисток уже можно было по праву назвать победительницами. В мире тенниса два самых престижных командных турнира. Кубок Дэвиса у мужчин и Кубок Федерации у женщин. И вот он исторический момент. Наши девчонки сквозь боль, слезы и вопреки мировому рейтингу разгромили именитых теннисисток из России, Великобритании. Нидерландов, Швейцарии. И привезли сюда, в Минск, финал самого крупного теннисного кубка планеты. Конечно, мы будем болеть за них, чтобы наши победили. Но если победят, это будет чудо. Нас это сплочает. Победа была уже давным-давно, когда они еще доходили. И полуфинал. Сейчас это то, что они заработали. И то, на что мы все надеемся. Первыми на корт сегодня вышли победительницы первого дня. Коко Ванда Веге и Арина Соболенко. Белорусская теннисистка матч начала в фирменном стиле. Реактивная подача, выход к сетке и непрерывный прессинг. Такая тактика накануне принесла результат. Снести соперницу с корта Соболенко была намерена и сегодня. Но в этот раз напротив 10-я ракетка планеты, которая по отзывам специалистов совершенствует игру буквально матч от матча. Коко Ванда Веге многие пророчат на трон мирового женского тенниса уже в будущем году. Артиллерийскому напору американка противопоставила снайперские удары по краям корта. В самых сложных моментах, когда принято говорить о борьбе нервов, Арина прибегала к моральному допингу поддержки трибун. Шум и овации, заполненные под завязку чижовка арены, давят на Ванда Веге, заставляют ее ошибаться. Белорусску же эмоциональная волна, наоборот, вдохновляет, придает сил, чтобы сражаться за каждой очкой, доставать даже самые сложные быстрые мещи. Но в итоге первый сет в упорнейшей борьбе 7-6 остается за американкой. Но кажется, упущенная победа в первом сете надломила Арину Соболенко. Итоговый счет этого матча 7-6-6-1 в пользу гостей, но шансы на победу остаются. Сейчас все внимание к противостоянию дня. Александр Соснович и Слоун Стивенс. Пока ясно одно. Судя по настроению, белорусские будут сражаться до последнего мяча. Уже понятно, не Азаренко единый, живет белорусский женский теннис. Виктория не смогла помочь сборной по семейным обстоятельствам, но у нас теперь есть целая команда восходящих звезд, чьи имена и фамилии мы еще не раз услышим на разных языках по всему миру. Я уверен, что и мне, и вам, Николай, придется еще много раз с удовольствием рассказывать о них зрителям.